Мир не существует По тем правилам, которые мы хотели бы ему приписать И не прислушиваться к нашим желаниям Его законы стоят выше наших чаяний Когда приходит время Пламя, давшее однажды жизнь новой эре Начинает гаснуть, уступая тьме И знаменуя этим приход нового мира Но страх перед подобным издавна управлял людьми Заставлял их идти на страшные преступления Уродовать мир, делать что угодно Лишь бы дать пламени новую жизнь Хотя бы на какое-то время Только лишь за тем, чтобы однажды Оно снова начало угасать Так замыкается круг Цикл за циклом мир перерождается В ярком пламени, распаленном жертвой Все новых и новых героев Спасители мира Однажды древний бог света Принес себя в жертву в горнире первого пламени Став повелителем пепла Первым, но не последним Когда мир становится на грань гибели Всегда появляется новый герой, ведомый Желанием спасти его Он собирает великие души И возвращает их в пламя На путь его наставляют древние легенды О вважении и избранной нежити Но не только они Давно забытый бог луны Гвиндолин, темное солнце Вместе со своим соратником Изначальным змеем Фраунтом Пережили не один цикл Воссоздания мира И в начале каждого нового витка Они продолжали свое дело Мир должен знать Пламя можно возродить И старые пророчества подскажут как Ведомые ими новые цивилизации Продолжали идти на костер Желая победить проклятие Идея вожения пламени Не покидала умы людей И со временем она приобрела новые формы Строились специальные храмы и горнила Проводились таинственные ритуалы Был даже создан трон желания Являвшийся новым словом В ритуализации вожения пламени Но суть всегда оставалась той же Могущественно избранной Жертвовать собой ради мира Становясь новым повелителем пепла И все же на троне Развитие ритуала вожения Не остановилось Спустя бесчисленное множество времени С момента первого вожения Он изменился еще больше Теперь становление повелителем пепла Стало честью К этому будущего претендента На трон готовили всю жизнь Только лишь за тем Чтобы тот окончил ее в огне А тем временем мир умирал С каждым новым циклом Он становился все более искалеченным И даже перерождение его не спасало Замкнутый круг подразумевает Однородность происходящего Когда ничего не меняется Но этот мир движется по спирали События повторяются Но каждый раз немного иначе И в других условиях Будучи замкнутой в петле Жизнь все же продолжает изменяться И в отличие от порочного круга Подобное движение по спирали Подразумевает то, что ресурс мира Не бесконечен И однажды настанет момент Когда будет пройдена точка невозврата И подобное происходило раз за разом В течение бесконечного множества тысячелетий Пламя начинало угасать И все становилось еще хуже, чем раньше Время и пространство искажали Все сильнее и сильнее И конца этому не было видно Разве могло это продолжаться вечно? Раньше или позже мир должен был Дойти до грани И он дошел Циклы цивилизации перемешались В безумном круговороте На стыке эпох возникло королевство Лотрик Последнее королевство этого мира Величественное и могучее Такое же, как и многие до него В итоге его ждал тот же конец Что и остальные цивилизации Но, как и многие циклы до этого К подобному концу готовились Младший принц, член королевской семьи Всю жизнь стремился стать повелителем пепла Тем, кто даст миру новую жизнь Но он отказался от этого бремени Отринув призыв воссесть на свой трон В храме огня Вожжение первого пламени Не просто идея Уже давно это целая система Сложнейших ритуалов Защищающих мир от угасания И нарушение этой системы Означало бы гибель мира К такому они не были готовы ранее Но не сейчас Сейчас они нашли способ Сделать всё так, как необходимо Молодой принц должен вернуться на трон Он или же его прах Но даже если бы это и случилось Из-за его промедления Мир повредился уже настолько Что даже подготовленный повелитель пепла Не сумел бы вернуть пламени Былую силу Слишком поздно Теперь ему требовалось нечто большее Из небытия восстали прежние повелители пепла Те, что уже возродили пламя в своё время Теперь они были призваны Вновь воссесть на свои троны Повторно принеся себя в жертву И таким образом завершить ритуал Объединив могущество пятерых повелителей пепла Мир, вероятно, ещё можно было спасти Но они тоже отказались от этого Почти никто из них Не пожелал ещё раз становиться топливом Для первородного пламени А тем временем мир умирал Всё больше и больше Казалось, что ещё чуть-чуть И тьма полностью поглотит его И тогда из пепла восстали негорящие Те герои, что были отринуты пламенем Те, кто пытались стать повелителями пепла Но были недостаточно сильны для этого И не совладали с мощью пламени Те, что были сожжены им Недостойные души Обречённые вечно скитаться В поисках углей Способных хоть ненадолго дать им ту силу Которой по праву обладают все повелители пепла Но даже у недостойного Может появиться второй шанс Негорячие слышат угли Чувствуют их тление И идут на их зов Стремя стать чемпионами пепла Теми, кто вернёт повелителей на трон И переродит мир Ведь таково их единственное назначение Правда в том, что мир уже не спасти Он намертво застрял в петле Бесконечных попыток вернуть ему силу Чтобы продлить его жалкое существование Вместо яркого пламени Лишь угли из зола И всё же даже сейчас Ещё есть надежда на счастливый финал На новую жизнь Жизнь без проклятия И теперь, когда повелители пепла Отказались воссесть на свои троны Негорящие должны заставить их сделать это Или же вернуть на троны то, что от них останется Пока ещё не стало слишком поздно Повелитель пепла Когда-то эта ноша ложилась на плечи героев Добровольно решивших принести себя в жертву Но эти времена давно прошли Теперь же повелителем пепла может стать даже тот Кто не жаждет спасать мир Но от судьбы ему уже не уйти С момента жертвы Гвины до сегодняшнего дня прошло безумное множество циклов И в каждом из них был свой повелитель пепла Их судьбы и имена давно затерялись в веках Лишь нескольких из них мир по-прежнему помнит Тех, кто восстал, когда принц Лотрик отказался взойти на трон Гигант Йорм из осквернённой столицы Чьё правление окончилось катастрофой для его народа Олдерик, пожиратель богов, чей неуёмный голод наводил ужас на окружающих Легион нежити Фарана, принёсший клятву, которую не в силах сдержать И Лудлет из Курляндии, чьи деяния сокрыты от других Пятеро повелителей пепла из разных эпох, сошедшихся в одной точке пространства и времени Из-за сильной повреждённости мира сейчас уже практически невозможно восстановить точную последовательность их появления Можно только попытаться Когда-то давно, ещё в первый цикл, Сэр Арториас, спутник бездны, сразился с тьмой и победил её Но также и сам пал в бою По крайней мере, это огласят легенды И эти легенды долгое время вдохновляли всё новых и новых последователей Сказания о храбром рыцаре и его друге, огромном волке, том, что охранял могилу героя Некогда ковенант лесных охотников поклялся защищать это место в память о величии Сэра Арториаса Они присягнули на верность великому волку Сифу Присягнули на верность волчьей крови Используя нестабильность времени, они вторгались в мир и тех, кто посмел приблизиться к могиле без разрешения В конце любой истории этого мира всегда один финал Время пришло и волк Сиф пал, как когда-то пал и его друг Пламя угасло, но усилиями избранной нежити возгорелось вновь Однако верность охотников волчьей крови сохранилась, пройдя через века Легенды становились всё менее правдивыми, утрачивая последние крупицы истины Но память о том, кто победил бездну, была сильнее времени Бездна тем временем никуда не ушла В каждом новом цикле она вновь проявляла себя И в один момент зародился целый орден Легион Хранителей Бездны Фаруна Присягнувших на волчьей крови защищать мир от порождения тьмы Что такое Фарун уже никто не вспомнит Было ли это государство, просто город или же крепость? Неважно, важно то, что эта крепость стояла на землях древнего Ола Чили На том месте, где когда-то была могила Арториаса Вероятно, каждый, желавший стать частью Легиона, должен был пройти ритуал Испив волчьей кровью и присягнув ей Она давала своему носителю невероятную силу, что вкупе с несгибаемой волей делал Легион крайне опасным Они поклялись искать и уничтожать любые проявления Бездны, где бы они ни были Для своего цикла они стали бичом Они готовы были стереть с лица земли целое королевство со всеми его жителями Если было хоть малейшее подозрение на заражение Бездной Их остроконечные стальные шлемы стали их отличительным знаком От которых многие бежали в страхе, как от дурного признаменования Как, впрочем, и от их ритуального приветствия Но всё же трудно было спорить с тем, что Легион Хранителей раз за разом наносил поражение Бездне Не давая ей даже малейшего шанса на распространение Их агрессивная техника ведения боя с мечом и клинком предполагала нечеловеческую ловкость и силу Выходя далеко за пределы возможного, благодаря волчьей крови, а также особым кольцам, усиливавшим своих носителей Однако, хоть Легион и полагался исключительно на это, он не брезговал иными способами Которые могли бы дать ему преимущество в опасном столкновении с порождениями Бездны Некогда великий маг и учёный Логан Большая Шляпа искал знания Дракона Он достиг своей цели, и это в итоге свело его с ума Но даже при жизни у Логана было немало последователей И после смерти легенды о нём по-прежнему привлекали многих волшебников, жаждущих знания о кристальной магии Бледного Дракона И как и легенда о путнике Бездны, история Логана также прошла через века, обретая всё новых и новых последователей Большая шляпа, которую носил Логан, была его попытка остаться неузнаваемым Но, по иронии, именно эта шляпа стала его символом, прошедшим через столько циклов вожения Поистине, легенды не умирают Во времена существования Хранителя Бездны также нашлось немало у ищущих знания волшебников Двое из них, могущественные братья-близнецы, сумели отыскать древний архив Герцога и постичь силу кристальной магии По всему миру прошёлся слух о знаменитых знатоках кристальных чар, могущественных чародеях, чья сила внушает опасения И, возможно, не напрасно Однажды один из братьев решил присоединиться к Легиону Хранителей и обучить чародеев Фарана мощному волшебству Неизвестно, что побудило его стать в их ряды Возможно, ему были близки их воззрения на мир, или же он хотел внести свою лепту в защиту мира от бездны А, возможно, он имел иные цели, ведомые лишь ему одному Хранителям были необходимы особые чары, которые можно было бы применить в быстром и яростном бою И знаток кристальных чар создал для них такую магию Также братья-чародеи передали Легиону особый уголь знатока, позволявший наполнять оружие силой магии и света С таким союзником Хранители стали ещё сильнее, чем раньше Видя их могущество и опасаясь их одержимости, остальные решили сделать их победителями пепла Теми, кто спасёт их, когда придёт время Ритуал был проведён, но после этого волчья кровь иссякла в Хранителях Они ослабли, а бездна тем временем всё крепчала И однажды, когда пламя начало гаснуть, и люди вновь стали превращаться в нежить Она начала поглощать их, одного за другим Легион боролся, несмотря ни на что, но бездна не отступала В итоге им приходилось сражаться даже друг с другом, с теми, с кем ещё вчера стояли плечом к плечу Отважные воины, решившие победить бездну и сами ставшие её марионетками В точности, как легендарный рыцарь, которому они преклонились Было ли это случайностью? Знаток кристальных чар всегда тянулся к новым знаниям, но в итоге цвет его кристаллов изменился Они стали более тёмными, а его чары стали походить на то чернокнижие, что во все времена считалось ересью Уголь, переданный братьями Легиону, стал способен придать оружию и силу глубин, прямого порождения бездны Возможно ли, что именно знаток кристальных чар стал повинен в том, что бездна начала поглощать Хранителей? Или же он сам стал её жертвой вместе со всеми? Некогда могучий Орден Хранителей Бездны превратился в Легион Нежити, сражающийся за безнадёжное дело Тьма всё сильнее поглощала их, даже их форменные доспехи были и отравлены Именно они стали причиной падения Легиона в Бездну Став их неотъемлемой частью, одежды были заражены тьмой, медленно проникавшей в своих носителей Некогда что-то подобное случилось и с Сэром Арториасом Легион боролся со своими же братьями, поглощёнными Бездной Но из-за невозможности погибнуть этот бой был бесконечен Видимо, именно в этот момент из Легиона дезертировал Хоквуд Он был удручён положением вещей, не мог видеть во что превратились Хранители Потому покинул их в поисках иной судьбы И эта судьба привела его на путь вожжения пламени Хоквуд попытался стать тем, кто спасёт этот мир Возможно, решив, что его бывшие братья, поглощённые Бездной, не способны на такой поступок Но он оказался недостаточно силён для этого и был сожжён в первородном пламени Неизвестно, действительно ли Хоквуд считал их неспособными исполнить ритуал Как бы то ни было, когда время пришло, Легион Нижити Фаррона всё же сделал необходимое В едином порыве войны волчьей крови пошли в горнило первого пламени И принесли себя в жертву, дав поражённому тьмой миру новую жизнь Время прошло, и новые цивилизации встали на место прежних Глубоко под холодной тундрой был построен Великий Город Столица Королевства, название которой уже никто не помнит Город этот был очень богатым и развитым, славившимся не только своими сокровищами, но и величайшими храмами и научными достижениями Здесь также располагалась одна из двух ведущих магических школ Каждый чародей искренне считал, что именно он является истинным последователем легендарного волшебника Логана И эта школа не была исключением Но однажды королевство подверглось нападению могучего врага В схватке пал король и жители стали беззащитными перед захватчиками И тогда они призвали нового правителя Правителя из рода гигантов Йорма Йорм был давним потомком тех, кого люди прозвали завоевателями Тех, кто воевал однажды с могущественным королевством По иронии, именно потомки тех людей попросили Йорма стать их защитником, их повелителем Возможно, эти люди были потомками тех, кто бежал от войны с Дрэнглейкой и поселился здесь За долгие века истинная суть войны с гигантами была утеряна, и в памяти людей они остались презренными завоевателями Жители города не питали к новому правителю никакого уважения Они боялись и презирали его Однако, зная о его силе и могуществе, желали его помощи в войне И Йорм откликнулся Он бесстрашно сражался за своих поданных, рискуя всем, что у него было Но даже это не вызвало уважения его народа Он понимал, что те, кто называет его повелителем, лицемерят И все равно шел за них бой В одно из множеств битв он потерял кого-то, кто был ему очень дорог Кого-то, кого поклялся защищать, но не сумел этого сделать Старого друга, храброго катаринского рыцаря, дерзнувшего вожечь первородное пламя Но оказавшегося недостойным этого Единственного человека, который его уважал И эта потеря сломила Йорма Возможно, именно в этот момент в городе появилось оскверненное пламя Так гласят легенды Что это такое, уже никто и не вспомнит Но помянуя события минувших дней Можно предположить, что оскверненное пламя Это следствие чьих-то неуемных амбиций Чаяние тех, кто решил, что сможет управлять огнем Как решили-то когда-то ведьмы Зазолита и пирамант Эйгел Или же великие ученые этого могучего королевства Снова дерзнули подчинить пламя, осквернив его Как бы то ни было, чтобы спасти свой дом и свой народ Йорм пошел на последнюю жертву Он стал повелителем пепла Вряд ли на тот момент его уже интересовало уважение его народа Потеряв все, что имел, он хотел лишь поскорее покончить со всем этим И он исполнил предназначенное в надежде погасить оскверненное пламя Но ритуал окончился катастрофой Сошедшее с небес пламя начало заполнять город Оно поглощало исключительно человеческую плоть, не нанося иного ущерба Мир был перерожден, но город перестал существовать вместе со всеми его жителями, сожженными заживо В истории остались лишь воспоминания о месте, называемом отныне оскверненной столицей Оплотом сгинувшего королевства Давным-давно, еще на заре эра огня, богами был построен Анорлонду Величественный город, стоящий под самым солнцем Но когда пламя начало угасать и свет померк, боги покинули город Все, кроме одного Гвиндолин Темное Солнце, повелитель Луны, остался, чтобы воплотить в жизнь план Отца Все его усилия, как и усилия его союзника Фрампта, были направлены на распространение слухов о пророчестве Слухов, которые заставляли верить людей, что путь вожжения пламени – единственный верный выбор Однажды его планам удалось сбыться Возрожденное пламя вернуло свет миру Однако Гвиндолин понял, а возможно знал с самого начала, что на этом его работа не окончена Рано или поздно пламя вновь ослабеет, и тогда появится новый герой Новый повелитель Пепла И всегда, в любую эпоху этого повелителя будут вести пророчества о вожжении Слова Гвиндолина От начала мира и практически до самого его конца Цикл за циклом он присматривал за пламенем и за теми, кто силится даровать ему новую жизнь Но с каждым разом мир все больше страдал, и древний бог слабел вместе с пламенем, ставшим источником его могущества Но покуда он был жив, был жив и древний город Анор-Лондон, над которым простерлась вечная луна Место, где солнца нет и больше никогда уже не будет Место холодное и темное Анор-Лондон – потрясающий образец божественной архитектуры Даже спустя столь долгий срок часть его все еще стоит, однако это лишь малая часть, и она непригодна для жизни Поэтому вокруг Анор-Лондон строились целые города, и последним из них стал Эритил, возведенный в этой хладной долине Судя по всему, из-за близости к живому богу этот город был оплотом религии Здесь поклонялись преимущественно белому пути Одним из клериков был Олдрик, могущественный человек с сильной верой Он был уроженцем Эритила и, в общем-то, ничем не отличался от нороства других своих собратьев Так продолжалось до тех пор, пока пламя не начало понемногу меркнуть и не появились первые признаки проклятия нежити На отдалении от Эритила стоял величественный храм Вероятно, он был построен еще задолго до Эритила и стал не только оплотом веры, но и некой тюрьмой для ужасных порождений этого мира Служившие там деконы пытались отогнать ужасы глубин Вероятно, в этот храм попал и Олдрик, став одним из тех, кто должен был защищать его от темных порождений Но когда настало время сдерживать эти ужасы, деконы не выдержали их мощи Что-то произошло Предательство Архидиакон Макдоналл был талантливым чародеем Он с упоением размышлял о темных глубинах О том, что в каждом человеке есть некие оковы, сдерживающие этот мир от истинного перевоплощения Не исключено, что именно чародейские исследования Макдоналла постепенно осквернили это место, названное впоследствии Храмом Глубин Не поддавшиеся глубинам деконы продолжали отстаивать свою церковь наряду с могучими храмовниками Для сдерживания опасных тварей даже привели в Храм двух гигантов Однако это сопротивление было уже обречено Среди сражавшихся с глубинами был и Олдрик Однажды он размышлял о затухающем пламени И тогда ему явилось видение новой эры Но то была не эра огня или эра тьмы Он увидел эру глубинного моря С этих пор он понял, в чем истина Он понял, каковым должен стать новый мир И что для этого необходимо сделать Олдрик осознал, что его путь будет непростым Но он стал на него, отринув страх Он начал пожирать людей, неведомым образом забирая их силу Сперва его каннибализм, вероятно, отпугнул остальных служителей церкви Возможно, даже он был изгнан Но чем больше он пожирал людей, тем сильнее становился И постепенно вокруг Олдрика возникла новая религия, проповедуемая им Религия Глубин Его последователей становилось все больше И в итоге Храм Глубин стал полностью им подконтролен Олдрик не просто любил пожирать людей Он жрал их живьем, получая удовольствие от их криков И стараясь разделить это упоение с остальными Те, кто сумели это сделать, обратились в страшных созданий Неутолимый голод Олдрика заставлял служителей глубинной церкви Искать ему новых жертв По длинной дороге, названной путем жертв Ведущей через ущелье и старые руины За решоченных каретах везли все новых и новых несчастных в Храм Глубин на съедение И для них не было никакого спасения Сам же Храм своим величием все так же напоминал о древних религиях Однако в нем уже не осталось ничего светлого Вера Глубин строилась на скармливании все новых и новых жертв Олдрику Во множество городов и поселений были посланы проповедники Глубин Вовлекающие в свою кровавую жертву отчаявшихся граждан Железная пластина на их мантии нужна, вероятно, для того, чтобы сдерживать пламя, обжигающие как самих проповедников, так и тех, кто заключен в их очищающие объятия Чтобы хоть как-то снизить боль от подобного ритуала, проповедники раздают своим последователям пилюли из красных жуков С собой эти люди носят множество инструментов для пыток и никогда не дают другим альтернатив Кто против Глубин, тот должен быть казнен Многие ненавидели Олдрика, но боялись даже думать о столкновении с ним Однако были и те, кто не испугались Двое детей, единственные, кому удалось спастись от участи, быть съеденными этим каннибалом Но и они были бессильны спасти мир от этого чудовища Видимо, они решили, что уважение пламени избавит мир от Олдрика и начали стремиться к этому Но, как и многие другие до них, потерпели неудачу Со временем Олдрик стал столь могущественным, что его решили сделать повелителем пепла Не из уважения, а из страха перед его огромной силой Он давно потерял человеческий облик, превратившись в бесформенную жижу с костями съеденных им людей Но это была необходимая жертва Люди были только первым этапом Для завершения плана ему необходимо было нечто большее Он хотел пожрать самого бога, но, видимо, не успел Времени не осталось Пламя угасало все сильнее И тогда Олдрик пошел на жертву, возможно, в глубине души понимая Что однажды у него еще появится шанс завершить начатое О предпоследнем цикле известно совсем немного Кроме того, что, скорее всего, уважение огня было отложено на столь поздний срок Что свет практически полностью покинул этот мир Курляндия – одна из бесконечного множества стран, какие приходят и уходят в потоке времени Вероятно, что она славилась своими учеными Один из которых, маленький человек по имени Лудлетт Возможно, самый талантливый из них Изучал запрет на искусство транспозиции Метод очищения души, выделения ее сущности и преобразования в некий могущественный артефакт Такие ритуалы считались запретными в те времена Несмотря на то, что корнями они уходили глубоко в Лордрон Где искусство транспозиции не было чем-то темным За свои юридические деяния Лудлетт был изгнан обществом Но уже тогда перед миром очень остро стоял вопрос проклятия нежити Ритуалы по созданию Повелителя Пепла были завершены Но, очевидно, он отказался следовать этому пути На этот случай существовал запасной план Чемпион Пепла Тот, кто должен будет вернуть Повелителя Пепла на трон против его воли Но по какой-то причине Чемпион Пепла опоздал Мир почти полностью погрузился во тьму Свет померк и время перестало хоть как-то влиять на ход событий Видимо, именно тогда Лудлетт понял, что если этого не сделает он То не сделает уже никто Он не мог допустить падения мира во тьму Поэтому сам добровольно взошел на трон, сгорев в жертвенном пламени С виду он никогда не был силен Маленький и слабый, недостойный называться Повелителем Пепла Но пламя приняло его Возможно, его секрет заключался в искусстве транспозиции Ходили легенды о неком пожирателе душ Чудовище, ненасытно поглощавшем чужие души ради увеличения своей силы Неизвестно как, но оно было побеждено, а тело его предали огню Говорят, даже после сожжения едкой зловой не продолжало отравлять воздух Что это за существо, как оно выглядело и чем являлось, тайна, сгинувшая в веках Чем или кем? Зная, как причудливо быль превращается в легенды Нельзя исключать и возможность того, что ненасытное существо, пожирающее души Было одним из полых, чей крестовый поход приобрел в тот цикл слишком серьезный масштаб Возможно, даже им был тот, кого прочили в Повелителя Пепла По аналогии с Олдриком, выбранным не из уважения, а из страха перед его могуществом Есть вероятность, что кровожадность этого существа была продиктована волей Лондарской Церкви Этого мы никогда не узнаем Используя мастерство транспозиции, Лудлет Курлянский сформировал из сущности этой твари кольцо черепа Очень темный, опасный артефакт Если присмотреться к гравировке, то на черепе можно увидеть нечто, напоминающее высыпь первозмеев Неизвестно, какую роль они сыграли в этой истории и сыграли ли вообще Возможно, кто-то из змеев, видимо Фрампт, сумел достучаться до Лудлета, прежде чем мир погиб Неизвестно Известно только то, что Лудлет добровольно принес себя в жертву ради других Возможно, именно это кольцо, заключившее в себе квинтэссенцию тысяч душ Сделало его достаточно мощным для того, чтобы пламя его не отвергло Пока Лудлет горел, он испытывал страшную боль Он умолял прекратить страдания, но все же принял эту ношу, дав жизнь новому циклу Циклу, который станет последним в истории этого мира И вновь новое королевство на месте старых Лотрик Могущественное государство, стоящее на руинах древнего Лордрана С самого начала его основания королевская династия придерживалась веры в возрождение пламени Поэтому к приходу проклятия нежити готовились заранее Но до него еще было очень далеко, много лет спокойного существования и развития По слухам, основателями королевской династии стали продолжатели божественного древнего рода Во всяком случае, в какой-то момент они вошли в королевскую семью Неизвестно, кем и когда был основан Лотрик, но можно предположить, что это королевство получило название в честь первого своего правителя, короля Лотрика Идея возжения пламени стала главенствующей здесь с самого начала основания королевства Повсюду можно было встретить статуи, благодаря которым можно понять, кто по факту стал идейным основателем Лотрика Фрампт, изначальный змей, всегда придерживавшийся идеи возжения пламени Едва ли это было первым королевством, основанным под его пристальным присмотром В противоположность Каасу, надоумившего жителя основать Лондор, идейного противника возжения Множество поколений королей сменились, прежде чем на тронутого государства взошел король Ацерос Вероятно, взявший в жены божественного потомка Лотрик всегда находился в непосредственной близости к землям богов и Анор-Лондо Поэтому его жители чтили его легенды и не сомневались в их реальности В отличие от глупцов и всеми забытой Мельфии, в Лотрике верили в существование богини Гвиневер, наследницы солнца Некоторые даже считали, что именно она стала женой короля Но вероятнее всего это не так Гвиневер давным-давно покинула свой дом вместе с мужем И многое указывает на то, что дорога привела их в место, названное спустя века Хейдом Едва ли она имела намерение возвращаться, уходя из дома Жива ли Гвиневер на данный момент неизвестно, как неизвестно живы ли и другие боги Но ее божественные дети вполне могли попасть со временем в Лотрик Видимо, одна из ее далеких потомков стала женой короля От этого брака были рождены небесные дети, люди силы богов И одному из них предстояло стать повелителем пепла Ацей расправил, как подобает мудрому королю И вскоре Лотрик по праву принял звание сильнейшего королевства мира С социальной основой Лотрика были три так называемых «столпа», на которых зиждалось все общество Рыцари, жрицы и ученые Испокон веков рыцарями всегда становились лишь храбрейшие и сильнейшие люди, и Лотрик не стал исключением Могучие воины, верные королю и стране, они стали авангардом защиты королевства от любых напастей Несмотря на мощь регулярной армии, именно рыцари стали ее основной ударной силой Их оружие, как оружие солдат, было закалено силой молнии, чтобы иметь возможность сразить дракона Едва ли за всю историю Лотрика хоть кто-то видел здесь настоящего дракона Однако их потомки, Виверны, стали здесь частыми гостями Именно они и были названы драконами, и уничтожались без пощады Наряду со множеством древних легенд, жители Лотрика чтили память о великом драконоборце И рыцари Лотрика были первыми в ряду его почитателей На основе древнего доспеха Орнштейна был создан особый доспех драконоборца Нарвавшийся лишь сильнейшим из тех, кто посвятил себя сражениям с драконами-выродками Впрочем, спустя годы рыцари научились приручать этих созданий И им официально была дарована такая привилегия Доспехи драконоборца стали не нужны и были преданы забвению Став лишь наглядным символом могущества рыцарского ордена и всего королевства Вторым столпом Лотрика стали жрицы Вера в королевстве была сильна Возможно, столь же сильна, сколь сильна она была в древнем лордерне Управляем напрямую богами Подобно древним государствам Торланду и Линдальту Лотрик полагался на веру и божественные чудеса И последователи этой веры стали проводниками божественной воли Ее благодатью многочисленные жрицы заботились о населении Исцеляя их болезни и залечивая раны Став оплотом медицины Но также от них был толк и в бою Они поддерживали армию в сражениях Используя боевые чудеса для поражения врага и поддержания союзников Неотъемлемой частью их веры было понимание Что однажды пламя угаснет и миру придет конец И тогда королевская династия возродит его Поэтому жрицы принимали непосредственное участие В воспитании юного принца Лотрика Будущего повелителя пепла Последней из них стала Эмма Верховная жрица замка Лотрик Она с детства воспитывала юного принца И наставляла его на путь вожжения Третьим по счету столпом стали ученые Хранители знаний Они открыли великие архивы дракона И всю жизнь тратили на постижение хранящейся там мудрости Для жителей страны они стали светочем Кладезю знаний По совместительству ученые являлись могучими чародеями Поэтому их интерес к архивам также подразумевал И постижение новых таинств, недоступных остальным Ходили слухи, что наставником первых ученых Лотрика Стал один из кристальных мудрецов Доживших до этих времен Глубже погружаясь в знания Ученые все меньше обращали внимание на происходящее вокруг Но несмотря на это они оставались прочным столпом Лотрика На этих трех столпах и стояло королевство Опираясь на силу рыцарей, знания ученых и веру жрица Но был еще один, тайный, четвертый столп Им стали те, кто исполнял секретные поручения королевской семьи Минуя всю возможную бюрократию Их называли черноруками и держали в тайне ото всех Чтобы удостоиться чести стать одним из них Необходимо было верой и правдой служить Нескольким поколениям королей По понятным причинам лишь немногие были способны на такое Поэтому во все времена черноруков было очень мало Обычно не более трех Но даже их хватало для решения весьма непростых задач королевства Одним из последних стал Готтард, бывший рыцарь Мастерски владевший минными парными клинками Традиционный для черноруков техники боя Еще одним из них стал Камуи, также служивший королевской семье Когда было необходимо исполнить нечто Что не очень понравилось бы народу королевства Не обходилось без чернорука Таким образом они стали неотъемлемой частью Лотрика Став фактически его четвертым столпом Помимо столпов Лотрика следует также упомянуть Отдельную его социальную прослойку – рабов Сложно сказать, было ли рабовладение в Лотрике таким же Каким его представляли многие другие цивилизации Здесь рабы стали низшим социальным сословием Людьми на вечной службе чужих интересов И в то же время, несмотря на их обязанности Они вели обычную жизнь в поселениях Рабы Лотрика исполняли всю грязную работу И едва ли могли похвастаться достатком Большинство из них влачило жалкое существование в трущобах Вынужденные вечно быть на чеку и скрываться Как ни странно, именно эти качества Помогли им в итоге долгое время сопротивляться Проклятью нежити Могущественное и богатое королевство Процветало долгие годы Оно имело огромную силу Владело тайными знаниями И обладало несгибаемой верой И казалось, что Лотрик не падет никогда Однако он пал И виной этому стало не проклятие нежити Могучее государство, так опирающееся на веру и знания Погубило то, что всегда являлось следствием Неуемного и слепого их использования Ересь Столпы, бывшие опорой королевства Стали его же палачами Небесные дети короля и королевы были потенциально могущественными существами Одной из них была Гертруда Следы ее существования были намеренно стерты с лица королевства Подобно следам первенца солнца Будучи прислужницей своей матери, королевы Лотрика Гертруда была верна идеям, пропагандируемым в королевстве Но однажды ей явилось видение, в котором ее посетил ангел После чего она основала новую религию Религию поклонения ангелам И разумеется, это очень не понравилось никому из королевской семьи За свою ересь Гертруда была заточена в клетке в Великом Архиве, где и закончила свои дни В ее камере по сей день повсюду лежат перья, следы ангела Так может быть, они действительно существуют? Да, существуют Об ангелах ранее не было известно в Лотрике, но мир помнит о них Помнит о прячущемся во тьме Помнит об ангелах, воплотившихся из пилигримов Существует множество форм тьмы, неподвластных человеческому пониманию Впрочем, королевская семья вовремя поняла, откуда берет корни новая вера Селись победить ересь зародыша, она искореняла пропаганду Гертруды Поэтому сейчас почти никто из живущих уже не вспомнит об этом инциденте И все же вера в ангелов успела пустить корни В рядах рыцарства появились так называемые крылатые рыцари Те воины, что приняли веру в ангелов Их отличают огромные силы и выносливость, а также ангельские крылья В бою же они пользуются чудом, вызывающим столпы света Это чудо создала сама Гертруды и распространила среди единомышленников Возможно, свет и ангельские крылья действительно навели кого-то на мысль об истинности этой веры Лондорские пилигримы, умирая, превращаются в ангелов, также управляющих светом Но едва ли они являются его порождениями Скорее уж знамением приближающейся бездны Как бы то ни было, ангельская вера стала лишь одной из проблем Ученые Великого Архива нередко занимались сращиванием людской магии с божественными чудесами Что по факту было прямой ересью и отразилось на них Они искренне считали, что это необходимая жертва И что они сумеют совладать с опасностью балансирования на грани ереси Но ересь давным-давно затесалась в их рядах Самым первым ученым Великого Архива, самым мудрым из них, стал некий уроженец древнего Иритила В итоге он стал личным наставником принца, будущего повелителя пепла Долгие годы он наводил того на мысль, что вважение пламени – большая ошибка, вводя юного лотрика в смятение Он также способствовал открытию древних тайн кристальной магии, захвативших умы его собратьев Так в Великих Архивах зародился тайный еретический культ Ситы, бледного дракона, возможно, поддержанный кристальным мудрецом Ученые осквернели одну из святынь, колокольчик Гертруды, исказив его сущность В один момент о культе прознал король Ацейрос Вероятно, он отправился в архивы, чтобы покончить с ним, но вместо этого драконезнания пленили его, и король стал частью культа Он начал изучать тайны архива, все глубже погружаясь в то, что жители лотрика считали ересью Испокон веков люди поклонялись драконам, желая уподобиться им, но Ацейрос поклонялся конкретно Нагому Ситу и желал уподобиться именно ему, что в итоге произошло Ацейрос построил сады, используя архитектурные знания драконопоклонников Ставшие его украшением орнамент можно также найти в храме дракона Долгие годы изучения запретных знаний сделали короля безумным, а внешне он стал походить на самого прародителя чар Великая королева Лотрика ждала ребенка, отца Лота, как раз тогда, когда Ацейрос окончательно обезумел Он возлагал на него большие надежды, желая видеть его наследником бледного дракона Однако королева не выдержала этого безумия, и после рождения детей она пропала бесследно, и никто не знал, была ли она жива и что с ней случилось Король же давно наплевал на дела королевства, его разом полностью был поглощен идеей наследия Сита Говорят, он по-прежнему лелеет Ацелот о своих садах, снедаемые идеями могущества Он одержим мыслью, что окружающие хотят забрать его, драконий чадо, поэтому ревностно охраняет его Но на деле, к этим садам люди боялись даже приближаться, а юный Ацелот был видим лишь самому королю Некоторые даже думали, что он лишь плод его безумного воображения Однако Ацелот действительно существовал Впрочем, понимание этого ни на что не влияло От такого потрясения Лотрик начал разваливаться и слабеть на глазах, став жертвой ереси, порожденной в рядах тех, кто служил королевству опорой И именно в этот момент пламя начало гаснуть, уступая проклятию Увидев это, ученые заперли архивы, оградив себя от влияния внешнего мира Они понимали, что помимо многих мудрости и знаний архива таят в себе серьезную опасность Сами они научились ограждаться от нее, используя воск, однако для других вход в архивы отныне был закрыт Королевская семья стала последним оплотом стремительно рушащего все королевство В этой семье было два принца-близнеца Лориан, старший принц, и Лотрик, младший наследник, носивший имя основателя королевства С самого рождения принца Лотрика готовили к тому, чтобы он стал повелителем пепла В то время как Лориан должен был стать наследником Ацейроса Сначала Лотрик и сам верил в необходимости этого, считая подобной честью Но его наставник, ученый из Великого Архива, со временем начал наводить принца на мысль, что уважение пламени – глупая затея, которая лишь вредит миру и не дает раскрыться человеческому потенциалу Со временем принц сам начал склоняться к этой мысли Последней каплей для него стал завершающий ритуал становления повелителем пепла Казалось бы, преследуя благую цель – спасение мира от тьмы, родня Лотрика была одержима созданием идеального наследника Сначала надежды возлагались на Лориана, великого рыцаря, сразившего могущественного демона-принца Но ужасные ритуалы лишь изродовали его, но не сделали пригодным Только тогда ему стали прочить судьбу короля Вместо него надежда была возложена на младшего наследника, родившегося слабым и больным За юным Лотриком круглосуточно ухаживали, справедливо считая его последней надеждой королевства и готовя его к судьбе повелителя пепла Когда Гертруда была обвинена в ереси, она, вероятно, подверглась пыткам, став подопытной в создании повелителя В итоге ритуал все уже был произведен, но закончился он плачевно Два принца стали калеками, а их души сплелись воедино Этот исход, как и издевательства над Гертрудой, стали для младшего наследника решающим аргументом Осознав, насколько далеко готовы люди зайти, лишь бы сберечь Эру Огня ради победы над собственными страхами Лотрик отказался восесть на трон и вожечь первородное пламя, оставшись наблюдать за медленным угасанием мира И принц стал не единственным, кто разделял эти взгляды Многие также понимали, что сейчас пришло время явления одного из заклятых врагов королевства Лотрик Лондора Некогда тремя сестрами по наущению изначального змея Коаса в пределах закольцованного города была основана лондорская черная церковь, адепты которой жаждали прихода тьмы и желали узурпировать силу пламени По факту они стали прямой противоположностью Лотрика, как и многих других королевств до него Угасание пламени было им на руку, именно поэтому лондорских пилигримов не любили в Лотрике Потому же там так ревностно охранялась идея вожения Они понимали, что если к пламени не придут они, то на останках угасающего мира к нему явятся из Лондора, предвещая скорую гибель привычного мира И возможно впервые за всю историю противостояния Лондора идеи вожения пламени, хранители этой идеи приняли и сторону Принцу Лотрику не было дела до того, каким будет новый мир Вероятно, он понимал гораздо больше, чем другие Например, то, что кто бы ни вышел победителем из этой схватки, мир уже не спасти Он заперся в своем дворце в ожидании конца, прекрасно понимая, что однажды по его душу явятся негорячие Чернорог Камои также, вероятно, принял эту идею До конца жизни он охранял подходы к замку Лотрик, став таким образом еще и тюремчиком для принца, если тот вдруг передумает В то же время Готтер ценой своей жизни попытался покинуть королевское окружение и пробраться в архивы Возможно для того, чтобы освободить Гертруду Его больше не интересовала репутация Лотрик канул в лету, и черноруки распались Пространство и ранее разорванное теперь еще больше деформировалось Время вновь согнулось в спираль Смешались эпохи и цивилизации Из ниоткуда вернулись старые герои и их альтернативные вариации Люди повсеместно претерпевали опустошение, и очень скоро весь мир заполонило пола нежить Бездна вновь начала распространяться, и даже угасающий рот демонов хаоса поднял голову в последней попытке выжить Помимо них, земли заполонило безумное количество тварей из разных эпох Мир встал на граню гасания так близко, как еще никогда не становился Так близко, что души одного повелителя пепла было уже мало для его возрождения Но даже восстание прежних повелителей не исправило ситуации Лишь Лудлет вновь добровольно восел на трон Остальные повелители пепла разбрелись по своим древним водчинам, отказавшись от подобного бремени И когда казалось, что для мира уже нет спасения, из пепла восстали негорящие Скитающиеся проклятые души, не сумевшие возжечь пламя Задачей которых стало возвращение повелителей на трон, даже если они будут этому противиться Дезертир, бежавший от бездны Выжившее дитя, одолеваемое местью Храбрый рыцарь, давший клятву старому другу И одна слабая, потерянная в веках душа, чья история еще не написана Не являясь уже частью цикла жизни и смерти, а потому иммунной к проклятию Каждый из них должен будет проделать свой путь по тропе былого И сделать то, для чего они были возрождены Вернуть повелителей пепла на их троны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok